В минувшую субботу в 11 часов вечера под Карпинском лютой автокатастрофой завершился горный марафон «Канжак-2019». Три человека погибли и еще семеро травмировались при крушении бензовоза на базе грузовика «Урал», который дозаправлял топливом машины, участвовавшие в перекрытии дорог в интересах марафона «Канжак». Безусловно, само по себе спортивное мероприятие заслуживало бы отдельного рассказа, тем более в нем участвовал олимпийский чемпион, екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин, который, более того, не щадя своего спортивного результата, тормознулся и помог спустить травмированного марафонца к карете скорой. Но, к сожалению, о «Канжаке» мы сегодня вынуждены начать рассказ с трагедии, которая с марафоном связана хоть и косвенно, но все-таки связана. А декорация такая. Суббота вечер. Марафон «Канжак-2019» уже завершился. По горной дороге с окрестностей Канжаковского камня, ну или кратко Канжака, высшей точки Северного Урала, 1569 метров над уровнем тротуара, спускался Урал-бензовоз-дозаправщик, в котором к вечеру из 4500 литров топлива осталось 500 литров. За рулем Урала находился Датый, 51-летний рулевой Дмитрий, в недрах которого позже обнаружилось 0,7 промилле алкоголя. Ну такой, не в кашу, не в слюну, но накиданный. По пути его тормознула группа спортсменов-участников Канжака и попросила подбросить вниз. О, великий, могучий русский язык. Подбросить вниз. До трассы Карпинск-Кытлы. Веселенький пилот бензовоза Дмитрий согласился, двоих посадил в кабину, остальных восьмерых на броню. Ну, в смысле сверху на цистерну с бензином и... А вот что было дальше выясняется. По версии самого бензовоза вода Дмитрия, один из спортсменов якобы случайно задел раздатку. Я ехал по дороге, в сторону Крымской дороги, сверху воплотную. Увидел меня людей, которые попросили меня отомстить. Но я не отказал, вдвое сели в кабину и выключили мне раздаточную коробку на самом спуске случайно. В общем, так или иначе, а Урал без торможения покатился вниз и улетел в Канаву. Но хуже то, что цистерна разгерметизировалась, пары бензина рванули, а само топливо загорелось. Водитель, понимая, что бензовоз в последние секунды превратился в неуправляемую торпеду, крикнул сакраментально «Спасайся, кто может!» Ну и кто смог, спасся, спрыгнул. А кто оказался рядом с эпицентром взрыва, погибли. Известно, что в этой катастрофе на месте погибли трое. 51-летний Олег Гец, 43-летняя Людмила Просовская и сильно обгоревший в пожаре 35-летний местный житель Павел Просовский, идентифицировать которого удалось лишь сегодня. Семь человек получили травмы и попали в лечебницы. Двух наиболее тяжелых, в том числе 14-летнего пацана, на вертолете санавиации доставили в Екатеринбург, в 9-ю детскую больницу и в 36-ю травматологию. Остальные пятеро попали в больницу Краснотуринска. У всех состояние средней тяжести. Бухой водитель Урала Дмитрий, виновный в гибели трех человек, поутру, протрезвев, извинился перед родственниками людей, не вернувшихся с Канжака-2019. Виновник замеса был задержан на двое суток, после чего суд выберет ему меру пресечения. Теоретически, по 264-й статье, самой жесткой шестой части УК, вырисовалась Дмитрию до 9 лет зоны. Вот такой печальный финал. Хотел помочь людям добраться с горы до дороги, хотел сделать как лучше, а получилась трагедия. Если же все-таки от автокатастрофы, косвенно связанной с Канжаком, вернуться к самому горному марафону, то уместно вспомнить, что он проводится с 1996 года и за крайние 23 года превратился в один из самых крутых марафонов России. Он является одним из этапов Кубка страны по скайранингу. И в этом году в нем участвовал чемпион сочинской олимпиады по биатлону Антон Шипулин, который от Канжака остался в восторге, хотя было всего плюс 6 и сильный ветер. Это очень крутая штука, которую надо пропагандировать, и на которую надо звать все больше и больше спортсменов, потому что прочувствовав сегодня весь марафон, я понял, насколько это круто, насколько о нем надо больше рассказывать, насколько его надо популяризировать. И смотря в глаза и эмоции людей, которые сегодня лежали рядом со мной, я понял, что вот такая вещь, такая спортивная штука, она объединяет людей и закаляет людей. Сегодня нам сказали, что там плюс 6, ветер 15 метров в секунду, потом 19, но если 20 не переходит, Ну, вдувало реально. Любимо, да. И видимость, три вершки видно, можно бежать. Это как раз будет человека мобилизовать, чтобы бежать осторожно, не торопясь. Вот оно все получилось. Спасатели подбегали три раза ко мне. Начинали поднимать панику, что надо закрывать дистанцию, что невозможно, ноль видимости. Я настоял на своем. Нет, ждем, ребята, терпим. Все, наши дела. Волею небес Антон Шипулин поучаствовал в спасении спортсмена, который упал неподалеку от вершины канжака на скользкие камни и выл от боли, ибо ему судорогой ногу свело. Мышцы свело, я такое впервые видел, когда человек теряет сознание от боли. Пытались ему разминать мышцы, колоть ему иголку, давали ему витамины. Потом уже поняли, что надо спускать вниз. Договорились с ребятами, четверо взяли его и начали спускать вниз. Когда пришли МЧС, мы уже потихоньку еще посмотрели, оставили МЧС и пошли наверх. А кто помогал тебе? Ребята тоже прохожие, которые шли недалеко от нас. Задержавший ты ведь тем самым ухудшился результат. Я сегодня бежал не на результаты, а на удовольствие, поэтому самое главное, получил удовольствие и рад, что смог помочь сегодня реально подпадавшему человеку на марафоне. А Шипулин был среди тех, кто его спускал? Этого я не могу сказать. Не видели? Не знаете, да? Сан травмировался, говорил. Да? Слушок пошел, что я травмировался. На самом деле все у меня хорошо. Единственное, немножко заболели колени, но это нормально, потому что нагрузка действительно очень большая. Я не готовился к этому марафону, и поэтому последние 10 километров мне было тяжеловато держать и за колени.